Добрый день дорогие зрители, с вами Open Science in Ukraine и меня зовут Гуслист Артём. В этом видео я покажу вам релиз версии 3.1 Open Journal Systems, который вышел 24 октября, буквально позавчера. Хотелось бы сначала поздравить всех разработчиков Public Knowledge Project и всех тех, кто помогал с переводами, с кодами, программированием OGS. Ребята молодцы, респект. Сделали стабильно работающую версию 3.1. Что касается патч ноута, что именно обновили, это можно посмотреть на сайте Public Knowledge Project, pkps.fu.ca, адрес будет в описании под видео. Вот здесь есть новость об обновлении 3.1. Вот вы видите эту страницу с обновлениями 3.1. Внешне, ну, я не скажу, что на чем-то так существенно отличается от 3.0.2. Но внутреннее, то есть, кодирование, да, было, как бы, на форуме джитхаба. Сейчас я подтверждение продемонстрирую, что там, как бы, ну, больше 200 обсуждений было в исправлении багов, багфиксов и тому подобному. Сейчас. И вот, видите, 203.4 темы закрыты в джитхабе. То есть, в принципе, в исправлении от 2.0, 2.0, вернее, прошу прощения, 3.0.2 до версии 3.1, 203.4 темы было проработано. То есть, кому-то, кто понимает в программировании, да, может залезть спокойно, почитать, что добавили внутренне, что изменили. Как бы, но ПКП для всех остальных, как бы, вот, основное отобразило. То есть, REST API добавили. Возможность подписки. Сейчас я переведу. Рекомендация редактора разделов, да, этот меню настраиваемое. Самое главное, по моему мнению, это то, что визуально касается, это настраиваемое меню. Потому что те, вот, допустим, кто из вас поставил версию 3.0.2 и имеет при этом на платформе, там, несколько журналов, обратил внимание, что меню для каждого журнала, как в версии, было во второй, нельзя сделать. То есть, кастомное, разное. Там, если делаешь для одного журнала, то оно, как бы, на всех остальных будет отображаться точно так же. Тут же, наконец-то, ввели, я вам дальше покажу, как это выглядит, ввели возможность для каждого журнала делать свое меню. Ребята, красавцы, молодцы. Так и надо. Дальше, там, если посмотреть, еще не планирую, там, 3.0.2, потом 3.2 выпускать. Я где-то, кстати, только что это видел. Вот, вы видите, дальше будет еще версия 3.1 и 3.2, над которыми ребята трудятся. На 8% уже выполнили. Как бы, теперь, в принципе, что касается обновления ПКБ. Да, у них там, кстати, те товарищи, которые обновились сразу 24-го, следили за новостями от ПКБ, столкнулись с проблемой, что не было возможности добавлять статьи через этот стандартный плагин, QuickSubmit плагин. Сегодня же, 25-го, нет, вчера, прошу прощения, добавили возможность этого плагина, ну, то есть, включили, грубо говоря, его в OGS, и теперь можно дальше, как и раньше, загружать статьи. Что касается обновления, смотрите. То есть, да, визуально, в принципе, что мы видим. На флажки не обращайте внимания, это мы немного тестили, переделали. То есть, по умолчанию, там, языковая панель осталась та же, через выезжающее меню, в общем. Заменили картинку внизу. Да, по-моему, она другая, да, она была другая картинка, заменили ее. И так, в принципе, ну, визуально я больше ничего не вижу. Как бы, на стартовой странице. Полезли в админку. В админку. И туда мы зашли. Так, смотрим, что у нас здесь поменялось. Ага, если помните, в версии 3.02, под ссылкой Submissions, был Tasks. Я, кстати, сейчас воспользуюсь нашими польскими коллегами сайтом. Вот, видите, Tasks был. Теперь он переехал в верхнее меню. Ну, ладно, в принципе, тоже хорошо, да. Больше никакие пункты в меню не поменялись в админке. Как были, так и остались. Хорошо. Потом, 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 потом. Чего это у нас? Пойдемте в Settings Journal, допустим. Начнем по порядку. Как бы, в принципе, ничего тоже не изменилось. Все как было, так и осталось. Контакты, так понимаю, тоже-то остались. И секции тоже остались. Здесь ничего не изменилось. Ну, из такой, прям, чтобы что-то критичное было. Темы поменялись тут, по-моему, по умолчанию. А если включить, где-то полазить здесь, у меня коллега рассказывал, сам не проверял, потому что только установили, разбираемся еще с этой версией. Что вроде бы тут в этой версии 3.1 есть интересные стандартные темы. То есть желающие могут полазить, посмотреть, где эти темы вообще есть, как они включаются. Ну, а мы, как бы, просто сами делаем CSS и тому подобное. Так, ну, да, больше тут тоже ничего интересного нет. Плагины. А, в языковой версии, кстати говоря, в обновлении там указано, что добавили какие-то две локализации. По-моему, шведскую и какую-то еще. Сейчас я вам скажу. Да, добавили финскую и шведскую, финский и шведский перевод. Тоже хорошо. Правда, многих переводов еще нет. Надо вручную локализировать. Ну, то такое. Потом смотрим, что у нас в плагинах. В плагинах. Ну, собственно, перечислять я их не буду. Список вы видите сами. Как бы все основные плагины здесь есть. Ну, вот наш QuickSubmit плагин, который изначально, на момент релиза отсутствовал. Сейчас он есть. Как бы DOE есть. ImportFactor, ну, import-export тоже, в принципе, есть. DOH есть. CrossRef есть. Хорошо. Смотрим дальше. Ну, анонсы, понятно, они работали. Что с ним будет. И вот наша волшебная, которая просто в восторге. Меню навигации. Вот такой вот внешний вид оно имеет. Здесь у нас есть два меню. То есть, первое меню идет у нас. Вот это. Называется User. Второе меню Primary. Это вот это меню. И смотрите, как это работает, да. В юзере у нас название, зона, меню. И, собственно, наше меню, которое находится в юзере, да. Там регистр, логин, это админ. Дашборд, вью-профиль, админ и логаут. Ну, смотрим. Да, дашборд, вью-профиль, админ и логаут. Вот так. То есть, отсюда мы можем поперетаскивать что-то. Очень WordPress напоминает. Очень прикольно, адаптивно, да. Вот если мы попробуем там, допустим, не знаю, что. Ну, админа вывести на тот же уровень. Ну, сейчас попасть надо. Попало, ну, сохраним. И посмотрим. Ну, вот видите, появилась ссылка админ. Ну, то есть, это классно. До этого надо было заходить там, кодить в PHP, да. Перетягивать его там туда-сюда, переписывать. Сейчас это можно делать прям не отходя от кассы. Сейчас я верну админа на место. И Primary меню. Принцип тот же самый. Как бы взяли, перетащили. Берем вот отсюда, где у нас идут непризначенные итемы. Ну, меню, в общем, пункты. И перетаскиваем их сюда. Которые непризначенные в этом конкретном меню. То есть, в принципе, можно того же администратора, да, и просто главное меню втянуть, как там было во второй версии. Так, теперь, 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 теперь. Здесь у нас итемы меню. То есть, что это такое? Это все то, что сейчас здесь, все наше меню, да, UserPrimary. Оно вот здесь. Такая, как сюда вообще добавить меню. Нажимаем Add Item. То есть, вводим здесь название на трех языках. Ну, оставляем Custom Page. Потому что, если там, допустим, страница какая-нибудь рандомная, типа инструкция для авторов, там подобное. Пас. Что это за пас? Здесь, ну, в общем, как это работает. По принципу второй версии. Если вы помните, знаете, сталкивались. Во второй версии вы создаете статическую страницу. Берете ее пас, ну, путь ее, URL-ку. И вставляли там в пятом пункте в настройках. Ну, там, в пункты меню дополнительные. Здесь тот же самый принцип остался, только видоизмененный. Вы тут создаете статическую страницу. Вдруг, кто не знает, это делается... Это делается в Settings Website Static Pages. То есть тут делаете новую страницу. Да, вот, к примеру, у нас здесь страница Test2 называется. Ну, вот здесь содержится ваш контент. Вот ее пас, Test2 ключевой. Вот ее URL-ка. Ну, то есть заменяете. Ну, я надеюсь, вы понимаете, да, как это... Ну, делали во второй версии, а если нет, то просто вместо процента пас процента вставляется вот этот вот кусочек тест после слэша, Test2. И по итогу мы имеем вот такую вот страничку в верхнем меню, вернее, пункт меню. При нажатии на которой мы попадаем на нашу статическую страницу. Вот, видите, да? Языки работают, все нормально. Как бы, ну, это классно. И в подтверждение тому, что на каждое меню, вернее, на каждый журнал можно сделать свое меню. Где-то оно у меня было открыто, потерял. Вот, видите, TestJournal1 и TestJournal2. Заходим во второй, заходим в первый. Смотрим во втором нашем меню и в первом нашем меню. Ну, пункт Test2, который мы рандомно, ну, кастомно добавили сюда, вот он здесь есть. То есть это подтверждает факт того, что меню кастомное для каждого журнала. Это классно. Дальше там планируют, ну, еще много обновлений. Обещали вроде бы еще и сделать мультиязычность авторов. То есть, фию автора, да, можно будет вводить там в каждой версии, на каждом языке. Ну, тоже прикольно. Как бы, товарищи, зрители, кто смотрит нас, как бы, есть у кого есть знакомые, кто умеет кодировать, пожалуйста, подключайтесь на проект JetHub'а и ПКП по обновлению OGS. Это надо, это классно, за этим будущее, скажем так. У меня, в принципе, все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...